Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры! На библейском портале экзегет мы продолжаем читать и комментировать Евангелие от Матфея. Сегодня у нас 17 глава, и немножко вспомним, что предыдущая глава, она на чем закончилась? На том, что Спаситель говорит, что вот, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерть, как уже увидят Сына Человеческого, грядущий в Царстве Своем. Понятно, что прежде всего эта речь шла о воскресении Христовом. Вот воскресение Христово, где Господь побеждает смерть, он в телесном своем естестве, одухотворенным, ангелоподобным является учеником, и он уже выступает как небесный царь, когда говорит, что дана мне всякая власть на небе и на земле. Поэтому вот идите и проповедуйте всем народам, чтобы крестились и веровали во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Но еще при жизни вот этот свет, оттенок будущей славы Христовой, он дается ученикам. Вот как только Спаситель сказал, что еще, значит, вот некоторые из вас не вкусят смерти, как уже увидят. И читаем. По прошествии дней шести, вот после этих слов, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. По преданию, эта гора Фавор и берет трех учеников. Почему? Ну, потому что уровень, духовный уровень учеников был не одинаковый, и получается так, что вот разные круги близости к Спасителю. Трое самых ближайших, получается, да, Петр, Иоанн и Иаков. Иногда, кстати, еще Андрей добавляется, брат Петра, Андрей Первозванный. Потом получается, что вот 12 учеников, это, ну, как бы основной круг, да. Были еще 70 учеников, которые во время земной жизни Спасителя посылались вот с какими-то заданиями. И дальше уже простой народ. И так вот, даже не все из 12, они были одинаковы. Некоторые, кстати, аллегорически толкуют, что вот эти вот Петр, Иоанн и Иаков, это как символ аллегория трех добродетелей. Вера, надежда, любовь. Петр, это выражение веры горячей христианина, потому что Петр исповедовал, «Ты, Христос, Сын Бога Живаго», да, вот эту веру и должен исповедовать каждый. Иаков, как выразитель надежды, мы знаем, что из 12 апостолов Иаков, он первый принял мученическую смерть. Он был усечен мечом, да, по повелению царя Ирода Агриппы. Вот, и он всецело уповал на Бога, имел вот эту надежду. Надежда его не посрамилась, потому что он был принят Господом тоже в небесное царство через мученическое исповедание. А Иоанн, Иоанн выразитель любви, как высочайший добродетели, да, вот Иоанн как апостол любви. И вот он выражает эту христианскую добродетель. И вот три ученика, «Возвел их Спаситель на гору высокую одних и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». Значит, вот прежде всего вот это вот самое главное, что Господь действительно являет свою божественную славу, а слава проявляется как божественный свет. И он настолько вот преобразился, что даже одежды стали белыми, они сияют, светоносные. И вот так вот приоткрывается тайна будущего века, который призывает Господь вообще всех христиан. К чему призывает Господь всех нас? К теснейшему единению с Богом, к обожению. И вот в этом как раз особенность, уникальность нашей христианской веры. Это вот не какая-то там буддистская нирвана, когда человек через медитации погружается в полное отсутствие всего нирваны, как угасание, или там индусов в какой-то вот самадхи состоянии, чтобы, расставшись со своей личностью, раствориться в безликом абсолюте. Нет, в христианстве совершенство, которому призывает Господь, это именно преображение. Преображение как, во-первых, освобождение человека от греховных страстей, а затем он должен просиять божественным светом. И в этом просиянии, преображении, личность человеческая не исчезнет. Даже вот в будущем веке вот те праведники, которые сподобились особо высоких божественных вот этих совершенств, они не исчезают как личности, и у каждого вот остается свое «я», но оно всецело подчинено Господу. И наши глубины, наши личности, они не исчезнут в Царстве Небесном. Самое главное, чтобы мы вот были именно преображены божественным светом. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. Когда Спаситель в этом молении, он просиял божественным светом, ему как именно как Господу, да, предстоят два пророка. Моисей и Илья как представители именно закона и пророка. Вот это вот то основное, что обозначает в целом, целокупно Ветхий Завет. Он представлен в виде закона и пророков. И Моисей от лица закона, а Илья от лица пророков. Но при этом, что надо сказать? Вот Моисей, он откуда явился? На самом деле он явился из Шиола, то есть из преисподней. Почему? Потому что души всех праведников по смерти, когда они расставались с телом, они нисходили в преисподней земли, где с надеждой ожидали грядущего Христа, что он их спасет и выведет их души в рай. И действительно, когда Господь пролил свою кровь за грехи всех людей, потом он своей душой нисходит в ад, он разрушает двери ада и выводит всех праведников. Вот тогда он выведет и Моисея в том числе. То есть, Моисей в данном случае как бы представитель преисподних. А вот Илья представитель небесного мира, потому что он с телом взят на небо. А почему с телом? Для того, чтобы в будущее неведомые нам времена вновь явиться с телом, изобличать Антихриста и тогда уже, ну, вместе с Енохом Праведным, который тоже с телом был взят. И тогда уже он принят тоже исповедание такое мученическое, будет убит. Ну, и после этого уже силой Божией воскреснет. Вот таким образом Господу предстоят три здесь категории. Значит, от неба, от земли и от преисподних. От преисподних Моисей, от неба Илья, а от земного мира апостола, который еще в теле находится. Значит, и они беседуют, вот эти вот Моисея или Я, с Господом. Из других Евангелий мы узнаем о чем? Они расспрашивают Спасителя, и он говорит с ними о своем шествии в Иерусалим, настрадании предстоящей, и потом о победе над смертью. При всем Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи. Вот Петр говорит немножко наивно, да, вроде бы так вот, что вот нам настолько хорошо, что давай мы как можно дольше продлим это состояние и сделаем три палатки. Вот тебе, Господи, одну, три шалаша таких. Одну для Моисея, одну для Ильи, чтобы этот подольше продлился. Но на самом деле Петр, он выражает нечто очень такое важное, значимое. Он выражает то, что чувствует человек, когда соприкоснется с благодатью Божией. Он соприкасается с Царством Божиим, как бы побывал в раю, да, и хочется вот дальше это продлить, райское состояние, поэтому как можно дольше. При этом, что интересно, что Петр не просит для себя палатку, вот давай я и себе изготовлю. Он как бы говорит, вот ты, Господи, да, потом святые пророки, ну, а мы уж как-нибудь, нам не обязательно эти шалаши, палатки. И да, но Господь, конечно же, не будет отвечать вот на эту просьбу. Почему так? Потому что наш мир земной – это мир духовной борьбы. И здесь нельзя вот остаться в такой вот беспечности, что вот ты почувствовал благодать Божию, после этого сел на диван, расслабился, сосредоточился на своих ощущениях. Прекратится духовный рост. Для того, чтобы был духовный рост, нужно преодолевать испытания и даже те искушения, которые к нам поступают. Поэтому Господь, конечно же, не продлевает вот эти вот минуты своего преображения. Когда он еще говорил, то есть Петр, да, «се облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголюще, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Вот так вот является Бог Отец и Дух Святой. Дух Святой в образе светлого облака. В Ветхом Завете уже не раз тоже фигурировало светлое облако, как явление божественной славы. И вот здесь тоже явление облака светлого, как образ Святого Духа, который тут присутствует. Силой Духа Святого вершится преображение человека. И Бог Отец проявляет себя через свидетельство о Сыне. «Вот Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, в общем-то, верно отмечается, что когда при крещении, там Отец просто свидетельствует. «Вот Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Потом проходит некое время, Спаситель уже заповеди свои дает, дает свое учение, и теперь в момент преображения Бог Отец еще добавляет, «Его слушайте». Вот то, что сказано, что открыто в Евангелии, вы исполняете, ибо через это вы тоже шествуете к преображению. Вот так вот на горе Фавор тоже откровение Троицы. Тайна Троицы здесь вот нам явлена, но открывается она тем, кто шествует по пути преображения. «И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались». То есть, вот этого явления божественной славы, это такой священный страх, трепет охватывает человека, потому что люди все очень немощные. Иногда говорят, что пусть Бог мне явит себя, я тогда точно поверю. А мы по своей греховной жизни не способны непосредственно воспринимать Божье явление. И вот как в Ветхом Завете, там говорилось, что не может человек увидеть лицо мое и быть, остаться живым, потому что человек просто вот он как листочек бумаги, который соприкасается с огнем, он просто сгорит от этого прикосновения, и душа его расстанется с телом. Ну вот, конечно же, Господь милосерд, Он есть любовь, и апостолы упали в страхе, но жизни не лишились. Сказано, но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, «Встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса». То есть вот так вот это явление Божественной Славы было им открыто, потом видение закончилось. Вообще надо сказать, что вот это созерцание Божественного Света и явление Божественного Света, оно неоднократно в святоотеческой традиции, в христианской истории являлось. Вот известный такой наш духовный автор, игумен Энн, да, монах, строгий аскет, он в горах Кавказа живет, и он рассказывал про одного пустыника, который как-то его навестил, пустыник, монах, пребывающий в непрестанной молитве. И говорит, когда заходит, то, я говорю, действительно, как сияние света от лица, да, и видно было, ну, вот глаза его. А так вот, как солнечный свет исходит от его лица, который тебя вот буквально сражает таким тоже вот действительно состоянием священного трепета. Это бывает с людьми, которые причастны Божественной Благодати. И еще немножко добавлю вот о преподобном Паисии Святогорце, у которого в жизни тоже это бывало, что свет, благодать Божия, она сияла буквально в нем. Ну, понятно, что это вот не всегда, Господь иногда давал. Вот у меня есть знакомый, отец Киприан Ященко, который очень почитает преподобного Паисии Святогорце, и много сведений собирает, и прекрасный фильм, посвященный преподобному Паисию, документальный фильм с привлечением свидетельств он создал. И вот как-то в одной из поездок в Грецию он приезжает в монастырь, туда, где почитался особенно старец Паисии, женский монастырь Иоанна Богословский в Сурати, и вдруг узнает, что, оказывается, есть уже храм, храм достаточно быстро построенный в честь преподобного Паисии, то есть только-только состоялась канонизация, прославление в Греции, и уже вдруг раз появляется храм, посвященный ему. И он решил узнать, вот как так быстро кто смог построить. Едет туда, а оказывается, там строила какая-то монахиня, которая как раз была вот в этом монастыре в Сурати, в Сурати, Иоанна Богословский монастырь, женский монастырь, который созидал преподобный Паисис для своих учениц, желавших посвятить себя монашеству, и он их окормлял. Ну и вот он с этим, это отец Киприан встречается с этой монахиней, говорит, о, вы, значит, построили вот храм сразу же. Это вот вы так любили старца Паисия? Она отвечает, да я его терпеть не могла. Ну, как так? Ну, она рассказывает, что, а вот когда он приезжал, то все тут же бежали к нему за благословением, говорили, ой, отец Паисий, вот благослови то, благослови это, все бежали, смотрели на него, как на какого-то кумира. Я думал, ну что это за человекоугодие такое, человекопоклонничество? А потом, значит, в один приезд, вот, я, говорит, иду по монастырю, и вдруг вижу, что там у храма вдруг прожектор и свет падает. Я думаю, а храм там только-только вот как-то его тоже созидали, еще электричества вроде не было. Я спрашиваю игумене, а что там за вот прожектор-то стоит? Игумене отвечает, да у нас там нет вообще никакого освещения. Я, говорит, пошла туда, и вдруг вижу, что это в свете стоит вот старец Паисий, и вот он молится, и от него свет исходит. И вот так вот эта монахиня, она поняла, что преподобный Паисий, он действительно приобщен к благодати Святого Духа, что он действительно повторяет образ жизни древних святых. И когда старец Паисий покинул земной мир и уже распространялась среди людей почитание старца Паисия, и уже вот все шло к канонизации, то она как будто же почувствовала, что скоро будет эта канонизация, и уже заранее стали они созидать храм, который, как только канонизация состоялась, тут же и посвятили в честь преподобного Паисия. Ну, такая удивительно уникальная история, немножко исключительная. Но это речь идет о том, что людям Господь действительно подает от света благодати своей, и каждая добродетель христианская, она на самом деле приносит в душу света, и любовь, и смирение, и терпение, и милосердие. Это все то, что приносит с собой свет, и душа, она как светоносная, сияющая становится. В общем, к этому призван, конечно же, каждый христианин, но вот такие, как преподобный Паисий, он никогда и не думал, что он святой на самом деле, просто не думал, он об этом даже не догадывался. И за это смирение Господь его как раз и наделил благодатью. И так вот ученики, им приоткрылось, ученики Христовы, апостолы Троя, им приоткрылось тайное преображение. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте о всем видении, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых». Ну, понятно почему, потому что, если они расскажут сейчас, то все тут же подумают, что он и есть действительно мессия обетованная. А раз мессия, ведь они же иудеи еще на своих представлениях задержались, они ждут его как завоевателя, как победителя чистого такого внешнего, который не спровергнет римское владычество, сделает иудейский народ царственным, господствующим над всеми народами земли, и речь будет идти только о земном благополучии. Поэтому Спаситель говорит, что «Нет, пока вот не рассказывайте, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его, «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Ну, они же вот только-только увидели пророка Илию, причем интересный вопрос, а как они узнали? Они же во времена Илии не жили, и изображений Илии не было, как и Моисей. Вот как они узнали, что это именно Моисей и Илия явились Спасителю? А потому что, когда человек сподобляется такого духовного откровения, у него открываются очи сердечные, очи духовные, и интуиция духовная, она уже сразу ему говорит, что есть что. Вот так вот им открылось. Иисус сказал им в ответ, «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе, потому что святой Иоанн Креститель, он пришел в духе пророка Илии, о чем было открыто, да, вот и отец Иоанна Крестителя, Захария говорил, что ты предыдешь, значит, пред людьми в духе пророка Илии. Вот, значит, и Иоанн Креститель, он имел ту же строгость, он имел тот же вот аскетический уровень жизни, тот же дух ревности о славе Божьей. Вот пророк Илия, он очень ревностный, такой блюститель Божьих заповедей, который не терпел даже малейшего противления людей Богу. Помните вот эти вот жесткие столкновения с там всякими нечестивцами, как они строго карались. И вот Иоанн Креститель, он тоже был такой достаточно строгий обличитель, он был в духе Илии, в смысле сам дух служения пророка Илии исполнял. Но при этом Спаситель говорит, что Илия в будущем, изобличая антихриста, должен прийти прежде и устроить все. То есть, да, Иоанн Креститель подобен по духу Илии, но, собственно, Илия в будущем придет. А сейчас это просто вот такое небольшое явление было. Ну, на самом деле, связь между небом и землей, она существует. Если нужно, святые могут явить себя, что-то вот подсказать, ну, конечно, достойным людям или тем, которым, ну, по промыслу Божию, кому нужно. Специально мы не можем этого ожидать. В любом случае, наша вот молитвенная связь с небожителями, с пророками, с апостолами, она всегда остается. Когда они пришли к народу, вот они спустились, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал, «Господи, помилуй сына моего, он в новолунии беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». И вот посмотрите, какой контраст. Только что наверху горы явлено преображение, явлен свет божественной славы, да, и самим ученикам настолько хорошо и прекрасно, что им хочется вот подольше побыть. Спускается и вдруг одержимый, да, бесноватый отрок, и мучается, он и страдает, и отец о нем переживает, отец уже в полной безнадежности, не знает, куда обратиться, обратился к ученикам Христовым, и они не помогли. И вот такой контраст вот между божественной славой, да, и одержимости злым духом, это как раз вот отражает вообще вот наш несчастный мир. Ну как несчастный? Где-то действительно совершается духовный подвиг, и кто-то восходит на гору преображения, а кто-то мучается, и кому-то попускается, и беснование, да, и какие-то вот страдания, скорби или искушения страшные, и бесы, словно вот такие вот разъяренные какие-то вот собачки, которые пытаются кусать людей, вот причинять им страдания, муки, ну, невидимые при этом, да, они везде вот как со своим искушением все время лезут. И что говорит Спаситель? Иисус же, отвечая, сказал, «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». Почему Спаситель так произносит? А потому что действительно вот все время несут, значит, бесноватых, одержимых, немощных, страждущих, и все время люди вот просят «Подай, подай, подай, исцели, исцели, освободи», но мало кто хочет меняться, мало кто хочет взойти на эту гору преображения в духовном смысле. И поэтому вот Спаситель так и говорит, «Род неверный и развращенный». А, кстати, вот это же и тут же и разгадка, почему бесы так вот завладевают легко людьми, потому что разврат и неверность Богу, поэтому попускаются. Хотя мы не говорим, что вот каждый, значит, бесноватый, вот он непримерно виноват в чем-то быть, но в целом человечество, из-за разврата в целом человечества страдают люди, иногда и невинные страдают из-за всеобщего разврата. Но Сам Спаситель, Он преисполнен милости и любви, мы читаем, «И запретил Ему Иисус, и бес вышел из Него, и отрок исцелился в тот час». Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, «Почему мы не могли изгнать Его?» А их вопрос вполне ясен, ведь Господь же уже дал им силу, изгоняя бесов, исцелять больных, они уже это употребляли, а вот тут вдруг раз, и не получилось. «Иисус же сказал им, «По неверию вашему, ибо истину говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно», горчичное, самое маленькое зернышко, «и скажете Горесии, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас, сей же рот изгоняется, только молитвою и постом». Видимо, ученики, вот эти вот девять учеников, которые остались, почему не смогли? Потому что, ну, в каком-то смысле расслабились духовно, и не хватало веры. Кроме того, для борьбы с демоническими силами действительно нужен очень высокий образ жизни, духовной жизни. Это молитва и пост. Пост, то есть, отсечение чувственных удовольствий, всяких плотских, прирожений, и молитвы как постоянная духовная взаимосвязь, обращенность ко Господу. Вот если ты обращен ко Господу, то Господь тоже может тебе вот что-то не спаслать, какую-то помощь. Если этого нет, то ничего, значит, не получится. Ну, или получится просто по милости Божией. Тут еще вот что интересно, вот есть такая дискуссия, ну, не то что дискуссия, разные толкования. Вот как понимать эти слова Господа? Род неверный и развращенный, потому что когда Господь говорит, о, род неверный, развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть в истории, это вот люди, да, и некоторые все-таки обращают внимание, что, может быть, речь идет о роде бесовском. Бесы, которые мучают людей, которые доставляют всяческие, значит, злострадания людям. И Спаситель говорит, сей же род изгоняется только молитвой и постом. Может быть, действительно в тех словах имелись в виду вот эти вот демонические силы. Ну, как бы там ни было, данный случай, он завершается положительно, Спаситель исцеляет. Значит, люди получают огромную помощь, а апостолы в том числе и урок, что должна быть крепкая вера. А какая она должна быть? Вот такая, что ты попросишь так, что Господь действительно по молитве твоей сдвинет горы. Но смысл, конечно, не в том, чтобы менять ландшафт, чтобы география там наша изменилась, зачем это нужно? Ты, значит, сегодня так сдвинешь гору вот эту, там все дорожные магистрали перепутаются, которые рядом, вокруг этой горы. Потом, значит, обратно. Если так будем менять, то всё просто придёт в хаос. А смысл в том, что человек, благодаря Господу, уже людям даётся возможность сдвигать горы своих грехов. Вот бывает, что грехи, они как целые горы накапливаются. Но когда человек обретает веру в Бога, вот он молится, он приходит в храм, и ему прощаются эти горы грехов. Они как бы вот сдвигаются. Вот это самое главное. Не в смысле ландшафта, а в смысле духовного освобождения человека. Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им, «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Вот Спаситель уже открывает им прямо, что предстоит. Сначала и для их утешения и ободрения Господь явил божественную славу, а потом говорит, что нет. Это вот не значит, что только вот слава, 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 и дальше восхождение на какой-то пьедестал для всеобщего прославления со стороны всех людей. Нет, надо пройти через Голгофу, через реальные страдания, через смерть, и убьют его. Но, сказано, и в третий день воскреснет Сын человеческий. А ученики еще не понимают, и, конечно же, они очень печальны. Но уже видим, как Господь готовит их к этому. «Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели Дидрахма и сказали, учитель ваш, не даст ли Дидрахмы?» Это вот, братья и сестры, была такая подать, которая появилась в послепленное время, когда вот народ иудейский был уведен в плен в Вавилон, всяческие там злоключения, 70 лет плена. Потом их возвращают, и позволено было восстанавливать храм. И вот чтобы восстанавливать храм, ведь страна же была разграблена, люди бедные, было положено, чтобы каждый иудей, он один раз в год вносил свое пожертвование на храм и на богослужение. И это равнялось Дидрахме, то есть двойной Драхме. Ну, там разные вот подсчеты. Там были Драхмы Александрийские, там какие-то вот еще не Александрийские. В общем, это древняя нумизматика, не будем туда залазить. Ну, по сути, чему равнялось? Дневному труду, вот поденчик, что вот простой рабочий, вот он день трудится, копает что-то там, да, или носит там, я не знаю, груз какой-то, вот, и за день он получает плату. Вот стоимость этого труда, она один раз в год вносилась на храм. И каждый был обязан, неважно, значит, там богатый или бедный, причем вот богатый должен был давать ровно Дидрахму, не больше, но и бедный должен был давать ровно Дидрахму, не меньше. Такие были вот щепетельные правила. И, значит, вот они говорят, ну, а учитель ваш, не даст ли Дидрахму? А Петр, как отвечает, он говорит, да. А почему Петр сразу соглашается? Потому что спаситель никогда не выступал против храма. Он никогда не говорил, что храм Ветхозаветный это плохо, ведь храм это же тоже по Божьему откровению выстраивался. И понятно, что это тоже было действие божественного промышления, и Сын Божий, он, конечно же, не выступал против этого. Поэтому Петр вот так вот сразу, так сказать, по доброте своего сердца тут же говорит, да. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? Сынов ли своих или с посторонних? Ну, Петр, наверное, уже понимает, о чем идет речь. Петр говорит ему, с посторонних. Иисус сказал ему, и так, сыны свободны. Речь идет о том, что ведь храм был по Божьему промышлению, и Бог Отец вот изволил об этом, а Христос – это Сын Божий. И, собственно, храм-то для чего нужен? Для того, чтобы встретить Иисуса Христа как истинного Мессию, а дальше уже не только вот на Горесии, да, но и по всем местам, чтобы воздвигались храмы христианские, и все уже поклонялись Богу в духе и истине. И так, сыны свободны, говорит Спаситель. «Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир». Статир, то есть две дидрахмы. «Возьми его, и отдай им за меня и за себя». Спаситель говорит, ну хорошо, раз ты вот согласился, то так и сделаем, но пусть это будет тоже вот некое божественное такое действие, поскольку храм – это Божий, сыны свободны от оплаты, но тогда вот самим Божьим промышлением и будут посланы эти деньги, средства, которые чудесным образом и появились во рту у рыбы, которую Петр поймает. Самое интересное, вот это такое в плане описания, это единственное чудо, которое описано, что оно должно произойти в будущем времени, что Господь говорит, ты вот пойди, брось уду, удочку закинь, поймаешь рыбу и найдешь, а дальше уже не рассказывается, а нашел ли он, ну закинули удочку, поймал ли рыбу, нашел ли у нее действительно вот этот статир, ну на самом деле мы понимаем, что конечно же так и было, но в форме чисто вот литературного писания это чудо, которое предсказано в будущем времени, а дальше уже не стали описывать, потому что, ну как бы само собой понятно, раз Спаситель предсказал, значит так оно и стало. Вот братья и сестры на этом заканчивается у нас семнадцатая глава, постараемся иметь твердую веру, да, чтобы и горы наших грехов тоже сдвигались, чтобы демонические силы не овладевали нами, и чтобы мы восходили, следуя за Господом, на вот гору Фавор, дабы там и нам сподобится света Христово преображения. Спасибо с Господь, дорогие братья и сестры, всего вам доброго! Продолжение следует...